Всем привет! Время сегодняшнего обзора мы посвятим ленте о Джеймсе Бонде образца 1979 года «Мунрейкер» или «Лунный бандит». Скажу сразу, этот фильм наряду с лентой «Осьминожка» является одним из моих любимых лент о Джеймсе Бонде, поэтому громить этот кинофильм я как бы не собирался. У каждого актера, который играл агента 007, наверное, есть своя армия фанатов и поклонников. Лично мне очень нравятся ленты периода 70-х, начала 80-х с участием Роджера Мура. Как все уже знают, в лентах о Джеймсе Бонде мало что есть от оригинальных романов Иена Флеминга. Но от этого картины не перестают смотреть. Подобная история с немецкими экранизациями детективов Эдгара Уоллеса, где также у фильмов есть свое обаяние. Безусловно, кинолента пытается выехать на сверхпопулярных тогда «Звездных войнах» Джорджа Лукаса. Лента даже была снята не по плану. И уже давно признан факт, что продюсеры хотели сорвать куш на космической тематике. Несмотря на то, что космосу уделен не весь фильм, а лишь часть, развязка ленты, да и само приключение вне планеты Земля смотрится, по крайней мере, весьма любопытно. Роджер Мур в картине в прекрасной актерской форме. На этот момент он уже был суперзвездой международного масштаба. Ему и играть-то не приходилось, так как и в жизни в роли Джеймса Бонда Роджер Мур одинаков. Естественно, Роджер далеко не спортсмен и не каскадер, и при каждом удобном случае его дублировали специальные люди. Причем это заметно и без стоп-кадров. Безусловно, экшен 70-х разительно отличается от экшен-сцен современных фильмов. Но подобные киноленты подкупают своей естественностью происходящего. Например, в этом фильме очень много съемок на натуре и большое количество масштабных декораций. Уже, по крайней мере, лет как 10, франшиза стала активно сотрудничать с рекламодателями. И поэтому ненавязчивую рекламу тех же часов или прохладительных напитков нам все же впаривают. Роджер Мур, конечно же, очень харизматичный актер. Под стать ему подобрались и противники. Например, Ричард Килл в роли наемника «Челюсти». Майкл Лонсдейл в роли главного злодея на экране весьма мрачен и сдержан. Агента 007 на протяжении всего фильма окружают очень красивые женщины и девушки. И по меркам 70-х это действительно шикарные особы. Главную партнершу по этому фильму, актрису Лоис Чайлз, вы могли видеть в киноленте «Калейдоскоп ужасов 2» в новелле «Подвезите». Кстати, от роли в этом фильме по неизвестным причинам отказалась молодая актриса Ким Бейсингер. Все уже знают, что главная музыкальная тема фильма о Джеймсе Бонде просто обязана взлететь на вершины хит-парадов. Музыку к этому фильму вновь написал ветеран франшизы Джон Барри. Но вот главную песню, как ни крути, после всех прослушиваний и проб единогласно поручили вновь спеть певицы Ширли Бейси. Вокал, который не раз украшал вступительные темы в лентах А-007. Кстати, я не смог отказать себе в удовольствии и смонтировал небольшой видеоклип на песню из этого фильма, так что обязательно посмотрите. Очень плавно мы подобрались к спецэффектам. Как всегда, реализация превосходна, ведь лента о Бонде — это продукт высшего класса. И если в сценарии написано «космическая битва с лазерами», то и получилась битва с лазерами. Спецэффекты были сделаны командой, работавшей на таких фильмах, как «Жемчужина Нила», «Кинг-Конг жив», «Крулл», «Бэтмен», «Супермен» и многих других. Вообще, насколько можно заметить, этот фильм имеет научно-фантастический уклон. Ну, знаете, там, космическая станция, лазерное оружие, злодейские планы по уничтожению человечества. И вот знаете, странное дело, смотришь, бывает кино. И так и хочется прокомментировать, что так не бывает. А вот фильмы о Джеймсе Бонде — совсем другое дело. Лично я готов прикрыть глаза на все это его везение, супергаджеты и шаблонных злодеев с манией величия. Конечно, ленты вроде «Мунрейкера», снятые в период Холодной войны с СССР, были призваны в какой-то мере устаканить боязливые отношения обывателей к такой стране, как Советский Союз. Ведь такая крупнобюджетная агитация делала свое дело верно. Люди реально верили в сверхвозможности английской разведки МИ-6 и безоговорочного превосходства боевого потенциала над Советским Союзом. Данная кинолента о Джеймсе Бонде оказалась весьма прибыльной. При бюджете в 34 миллиона долларов кассовые сборы составили более 210 миллионов долларов. И это не считая продаж всяких там сувениров. Подведу-ка я, наверное, итог. Это весьма смотрибельная лента о приключениях 007. Куча локаций, интересные персонажи, красивые девушки, погони, перестрелки, классная музыка и спецэффекты. Перед нами классический фильм о супершпионе. Немного юмора, куча запоминающихся моментов. На мой взгляд, это один из лучших фильмов о Джеймсе Бонде. Прекрасные представители Бондианы 70-х. Я рекомендую. На этом мой краткий обзор закончен. Всем спасибо за внимание.